Накануне Международного женского дня большим спросом пользуются цветы. За несколько дней до праздника напротив ДК Гагарина построили деревянные навесы, установили витрины и ящики, которые среди продавцов называются аквариумы для цветов. Очень большой выбор рассветочек. Темный, красный, жжет, но любой вкус. Приходите, будем рады. Составим любой букетик на ваш вкус, как захочется, чтобы порадовать милых дам. Букеты у нас все свеженькие, срезочка свежая, только с грядочки. Все тюльпанчики закрыты, поэтому они будут стоять и долго радовать. Стронг голд, лилибелла, кунг-фу, барселона – это название сортов тюльпанов. Чаще всего женщинам дарят эти цветы. Именно тюльпаны считаются своеобразным символом наступающей весны. Ну да, готовлюсь. 8 марта. Ну, люблю тюльпаны очень. Ну, не знаю, красивые, нежные. Больше всех цветов. Люблю очень. 8 марта ждет не только прекрасная половина человечества. Готовятся к празднику весны и предприниматели. В эти дни можно хорошо заработать, продавая цветы. Продавец Дарья ждет 8 марта с нетерпением целый год. Подскажите, пожалуйста, как правильно выбирать букетик? Тюльпанчик. Нужно выбирать особо раскрытые. И желательно самые большие. А почем тюльпаны? По 60 рублей штучка. Подешевле, чем в магазине? Ну да, сейчас в магазинах цены намного больше. Цветы на 8 марта покупают не только мужчины, но и женщины. В подарок для мамы, бабушки, подруги или сотрудницы. Почему именно тюльпанчики? К 8 марта? Да, хочу купить тюльпаны. Кому планируете подарить? Ну, подружке. Вы любите цветы? Ну да, но не все. Какие любите? Розы и тюльпаны как раз таки. Продавцы советуют покупателям поставить цветы в воду. У тюльпанов и роз главное не забыть подрезать ножки. Иначе они долго не простоят и погибнут. А у хоризонтем ножку лучше ломать, а не подрезать. Так хоризонтема лучше пьет воду, дольше сохраняет свежесть и красоту. Полина Иноземцева, Евгений Шевченко. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова